Главное событие турнира ACB в Париже, друзья. И Игорь Бугаенко, ну как, географический гость, появляется первым. Чемпион турнира ТНА Кубок Татнефть. Боец, который выступал на многих соревнованиях, таких, например, как King of Kings и дрался в Китае. Ученик Андрея Сергеевича Гридина, легендарного тренера. Помню я бой Игоря Бугаенко, если мы говорим о турнирах ACB в Москве, когда приезжали представители Китая. И вот там Игорь Бугаенко боксировал с марокканским спортсменом, ну, с голландцем марокканского происхождения. С Эль Гауи. И, ну, Эль Гауи, Хишам, он всегда был не особо зрелищный парень. Да, вот мы, опять же, говорим о тех спортсменах, которые приходят из тайского бокса и пытаются ассимилироваться в китбоксинге. Вот Эль Гауи, это такой тоже чистый спойлер, который очень мало работает руками, действует из-за блока, много бьет ногами. И вот тот бой, при всем уважении к Игорю Бугаенко, вот был одним из лучших лекарств от бессонницы. Вот правда. Но не вина в том Игоре Бугаенко, конечно. Он хотел боксировать, он пытался что-то сделать. Хишам Эль Гауи просто не давал работать, а действовал в своей привычной манере. Что касается Фреддики Майо, то французский китбоксер тоже очень опытный, прошел все горнила, все известные. Встречался со многими сильными спортсменами. Его мы помним в том числе, кстати, и по тому, как он приезжал на финал турнира Бэй по правилам ТНА, Кубок Татнефти. И хороший бой там показал 36 лет ему, рост метр восемьдесят один сантиметр, вес 95 килограммов. Его профессиональный рекорд на ваших экранах. Ну что, мы сейчас увидим в ринге противостояние двух зубров, двух опытных спортсменов. Хочется верить, что здесь, хотя бы здесь, обойдется без странностей. Тренируется в мастер-жим, по всей видимости, судя по футболке, по шортам, да, он сейчас. Француз выступает за Францию, тренируется в Голландии, по всей видимости. Да, представляет команду Майкс Джим. Зал легендарного Майка Пассинье. Хорошее настроение у Андрея Сергеевича Гридина. Видим мы в углу у Игоря Бугаенко Юрия Бессмертного, который, кстати, проиграл в этом турнире Джибрилю Элу. У него есть 66 победы, 11 победы и 1 победу. Друзья и директора, он в Супер Комбат, world champion, и ТНА, world champion. Пожалуйста, делайте звук для Белоруссия, Игорь Бугаенко. Какой атлетичный, да, спортсмен. Плечи. Да, причем он выступает уже очень давно, но видите, да, рекорд. He's an ESK world champion. Please, for France, make some noise to Freddy Camayo. Focus. Кстати, Freddy Camayo также является бойцом организации Glory World Series. Ну, а что касается его приезда на турнир боя по правилам Тунаа Кубок Татнеф, то там он победил Александра Вижеватова, финалиста, кстати. И Александра Вижеватова, как мы помним, в финале победил как раз-таки Игорь Бугаенко. Да, Александр Вижеватов тоже легендарный спортсмен. Входит в состав сборной России по тайскому боксу. Наступает уже много лет. Вот сколько я себя помню в тайском боксе, столько наступает за эту сборную. Александр Вижеватов стал автором настоящей такой сенсации, потому что по своей антропометрии это не чистый тяж. И когда он разобрался с бельгийцем огромным, совершенно невероятных размеров и победил его нокаутом. Мы были как-то на сборах с ним вместе, и он очень сильно физически, у него вот именно физическая сила, он жмет очень много. Но благодаря ей, возможно, и умудряется драться из-за своей категории. Фреддики Майо в последнее время выступает с переменным успехом, так скажем, да, потому что, ну, он, понятно, и заезжал в Глори. И помним его бой с Хавьером Винни на турнире Глори Уэллд Сириес, где он уступил решением судей. Проигрывал он Павлу Журавлеву. Это спортсмен, который, хочется верить, в скором времени станет соперником Артема Вахитова. Вот это будет действительно интересный бой, потому что, в общем-то, Артем Вахитов весь свой дивизион в турнире зачистил. И боксировать ему особо не с кем. Ну, да ладно, давайте обратим наш взор в ринг. Вот сейчас хорошо закрутил соперника Игорь Бугаенко. Неплохая серия была в его исполнении. Фреддики Майо решил поработать первым номером, идет вперед. Да, и вот следует команда Андрея Гридина как раз закручивает, что, в общем-то, Игорь Бугаенко и делал. Хороший удар по печени. Разница в весе, конечно, видно у спортсменов. Фреддики Майо намного больше, кажется. Здорово! Правый боковой и левый сбоку заходит. Правый по туловищу, колено. Ну, кстати, возможно, благодаря тому, что Игорь легче, он и скорости так выигрывает. То есть он просто в скорости, в несколько раз быстрее Фреддики Майо. Все время правая рука залетает. Хороший прям старт у него. И вот опять, да, хорошо. Раз, два, три. Закрутил и с ударом вышел. Вот то, что нужно. Работает по дальней ноге Игорь Бугаенко еще раз. Может быть, такой был геймплан изначально. Хорошо попадает. Какие длины серии с рук. Очень здорово. Показалось, что даже где-то так зацепил висок, да, тряханул. Фреддики Майо довольно редко проигрывает нокаутом, хотя бывает такое. Фаруший в туловище с передней руки в исполнении Игоря Бугаенко. Поджал. Ну, просто... А, хорошо. Разница в скорости, она просто видна невооруженным взглядом. Мне кажется, не понимает вообще Фреддики Майо, что делать. Не дают ему выйти на его дистанцию ударную. Игорь Бугаенко, конечно, просто забрасывает его количеством ударов. Много пропускает француз. Также Фреддики Майо выступал на таких турнирах, как Суперкомбат. Небезызвестный промоушен К.О.К. Опять же, где он встретился с Павлом Журавлевым. Здорово, да? Левый по печени. Тут же перевод левый в голову. Звучит команда отбивать ноги. Что Игорь Бугаенко делает регулярно. Да, причем он работает именно по дальней ноге своего оппонента. Ну, как правило, на мене защищена. Весно больше находится на передней. Причем, обрати внимание, что Фреддики Майо почему-то периодически, даже не периодически, а регулярно, позволяет себе подходить к сопернику без ударов. Ром, мне кажется, это тот самый случай, когда в раунд можно давать 10-8 без нокдауна. Ну, я просто великолепная работа с руки. Я вообще даже не понимаю, что он сможет противопоставить Игорю. Ну, то есть это просто уничтожение. Ну, возможно, так и есть геймплан такой, да, то есть отдать первый раунд, там, посмотреть. Да, ну, я бы здесь нарисовал 10-8 бы, ну, пусть не было каких-то потрясений, да, явных, но просто банальное количество. То есть если посчитать количество ударов, то разница несколько раз будет. Так что очень здорово пользуется Игорь своим преимуществом скорости и нивелирует эту разницу в габаритах. Вот из всего того, что говорят, понимают только слово лоу-кик. Да, похоже, сейчас мы видим именно эти удары в исполнении простых спортсменов. Такое интернациональное слово лоу-кик. Молодец, Игорь Бугаин. Прекрасный бой показывает в первом раунде. Посмотрим, что будет во втором. Но, в общем и целом, конечно, оппонент он раздевал. Вот сейчас пошел вперед Радикимайон, натыкается на встречные удары. Под опорную ногу нахлопо. Как пацан закручивает, да, Игорь? Вообще в первом раунде несколько раз здесь сейчас под руку подныривает. О, зашло в патруль еще-то. В печень. Левой ногой. Знаешь, это как раз тот случай, мы говорим, что отдают за инициативу, за работу первым номером, за то, что ты идешь вперед. Но это тот случай, когда, мне кажется, это можно не оценивать. Конечно. А нет ударов. Да, то есть он двигается-то двигается. КПД от этого движения близко к нулю. Мне кажется, в этом и заключается геймплан Игоря, чтобы он шел на него. Почувствовал уверенность в себе Игорь, позволяет себе работать даже с опущенными руками. Так очень расслаблен, но по-хорошему расслаблен. Прекрасная серия. Три удара выбрасывает сразу. И опять дальняя нога. Сам бедр не отдает. Молодец. Вот здесь, да, получил удар один. Правый снизу. Будьте любезны. Ненадолго поменял стойку Игорь Бугаенко. Так с дальней слева и ударил. Продолжает уверенно работать вторым номером Игорь. Прекрасно чувствует соперника. По-прежнему легок на ногах. Я с тобой соглашусь в том смысле, что Фредди Кимайо, похоже, не понимает, что делать. Да, он просто подходит. А тут разница в скорости. То есть Фредди Кимайо надо входить и сразу бить. Или колено, да, там, с прихватом. То есть как-то вязать, стараться. Потому что он не конкурентен абсолютно. Опять хорошо закручил. Вышел через левый боковой. Здесь зацепил справа Кимайо. Все хорошо ушел от права прямого Игорь. Здорово. И опять раз и ушел. И все время джеб. Джеб, джеб. Постоянно такой жалящий, беспокоящий джеб. И хорошо опять закрутил соперника. Потерял равновесие Фредди Кимайо. На еще тебе два. Как-то выглядит неуклюжим, да, по сравнению с Игорем Бугаенко? Согласен, согласен. Выглядит просто, что явно тяжелее. И на ногах в том числе. 30 секунд осталось. Если сейчас в этом раунде француз не взорвется, то я не понимаю, чем он сможет вообще в принципе в этом бою конкурировать с Игорем. Потому что два раунда просто в одну калитку. А первый бы, опять же, повторюсь, я бы отдал 10-8. Опять, наверное, я подругу. Просто декласс, я бы сказал. Декласс французского спортсмена. Прекрасный бокс. Причем, обрати внимание, Игорь не старается как-то нокаутировать одним ударом, да, он количеством. И все удары акцентированы, он ничего не набрасывает. Такие удары средней силы, резкие, по 3-4. Да, вот здесь сейчас Игоре Бугаенко ничего не нужно придумывать. Надо искать добра от добра. Просто действовать в той же манере, в которой он работает. Да, и вот, кстати, вот тот самый удар по дали ноге, он чувствительный. Очень чувствительный. Два джеба. Гуляй. Игорь, смотри. Дай так теперь. Веером, иди. Веером, веером. Да-да-да, взорвал таких, вышел. Вот эту работу сейчас. И встряхивайся больше. Не давай постоянно, не будь постоянно во время боя. Мы уже пошли, я на... Да, да, да. А ты его поведи, Игорь. Ты раз-ка, качи сюда, уйди сюда. Понимаешь? Левая. Хочешь, если хочешь остановить, Игорь, смотри. Делай шат сюда. Очень интересно послушать совет такого опытного тренера, да. Ну, по большому счету, ничего не советует менять, да. То есть, все то же самое, что он делал. Смещаться назад, он, похоже, намеренно отдает инициативу, да, в плане движений. И просто, как я понимаю, ему советуют менять направление движения. Качать в одну сторону, уходить в другую. Также отрабатывать руками, да, и заканчивать ногой. Так, третий раунд стартовал Игорь Бугаенко против Фрадикки Майо. Пока что не видим мы, за счет чего француз сможет переломить ход этого боя. Натыкается на встречный удар, очень много пропускает. Мне кажется, французу подсказали бить лоу-кики. Как-то, конечно, поздновато в третьем раунде пытаться сушить ноги, чтобы обездвижить Игоря. Сейчас работу с ног, да, мы снова видим, с его стороны. Так нужно было действовать изначально, для того, чтобы замедлить более быстрого соперника, но вот как-то... Ну и, кстати, у него это получается, он руками не дотягивался, ногами достает он. Очень хорошо крутит, конечно. Мне кажется, это Бугаенко. Игорь, возможно, будущая звезда, К1. Такая работа очень умная. Ну, все-таки мы знаем прекрасно, что Игорь уже 35 лет. Ну, 32 года. Ну, на таком турнире, как ICB, конечно, тяжеловес, тяжеловес, опять же. Как известно, тяжение, они дольше могут выступать, чем средневес, и все-таки для средневеса, там, 30 тысяч лет тоже закат. Но физические кондиции у него великолепные, даже в этом возрасте. Только сейчас получается французы как-то зацепиться. Опасно. Калину пробил, и там Игорь просто немножко наклонился, поэтому могло получиться в голову. Вот, да, вот сейчас Бугаенко немножко задышал. Но понятно, что достаточно высокий тембой, и сам Игорь много ударов набрасывает. Хорошо, опять с левым боковым выходят из угла мастерские Игорь Бугаенко. Мне кажется, французов подсказали, они работают с рукой, а работают с ногами, коленями и входить в клинч. То есть он руки практически не бросает. Сразу пытается ударить колено на входе. Ух, попал сейчас Игорь. С колена заходят с дальней ноги Игоря Бугаенко. 30 секунд до завершения поединка. Интересно, не придумали здесь судя ничью? Ну да. Как вы видели в предыдущих двух боях, да, были весьма спорные решения. Ну, с моей точки зрения, это вообще абсурдные. По отношению спортсменов. Ну, по крайней мере, к Рашиду с Алихову так точно. Да. Ух, все три удара зашли. Здорово. Десять секунд. О, взорваться, да. Эй, стоп, 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 стоп. Ну вот, пожалуй, все. Остается только аплодировать. Великолепный бой в исполнении Игоря. Надеюсь, судей здесь ничего не придумали. Отдадут победу ему. В моем понимании, это единогласным решением должна сделать победа. Конечно, уже можно прямо сейчас. Да. Спортсмены благодарят команды соперника. Да, ну, конечно, здесь преимущество Игоря Бугаенко не вызывает абсолютно никаких сомнений. Вот здесь довольно опасный удар коленом был в исполнении Фредди Кимайо. Но вот эти опасные эпизоды, они возникали так спорадически и, в общем-то, никакого дискомфорта Игоря Бугаенко не приносили. В общем и целом, уверенный контроль боя, постоянные точные попадания. Ну, нарезал свой бой полностью, опять же. Скорость убивает, как говорят. И вот в данном случае это работает как нельзя лучше. Основная задача это заставить соперника делать то, что тебе нужно. Он сделал. Заставил уйти на себя и просто расстреливал. Использовал пространство. Великолепная работа на ногах. Работа с рук. Много с ног не бил, чтобы не уставать. Опять же, ну, вот, французский спортсмен уверен в своей победе. Это... Наверное, он тоже что-то знает. Друзья и джентльмены, победитель является по-настоящему решению для Мелоруссии Игорь Бугаенко. Хотя бы в этом бою мы увидели то решение, которое и ожидалось с нами. Победа единогласным решением судей в этом бою Игоря Бугаенко. Отличная работа, с чем мы его поздравляем. Да, действительно, очень. Очень приятно было смотреть на Игоря. И хочется верить, что увидим мы его вновь. Ну что, дорогие друзья, вот таким получился турнир по кикбоксингу ACB в Париже, который только что завершился на ваших глазах. На этой оптимистической ноте будем с вами прощаться. Для вас сегодня работали Роман Мазуров и мастер спорта России по тайскому боксу Александр Суршко. Всего хорошего, друзья. Счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok